День в истории Все карты раскрыты Да, тему рекламы мы продолжим У нас в гостях руководитель отдела продаж медиагруппы Рика, Роман Довженко Рома, привет, с праздником тебя тоже Здравствуйте Вот, видите, Роман пришел к нам в гости Я пришел без подарка, но к телефоном Хоть с Романом, говорит, посерьезнее поговорите Ну, мы все время... Давайте все-таки серьезнее Реклама это дело такое Рейтинги высокие, надо посерьезнее Дмитрий, вы уже взрослый человек Надо, и Маша тоже Главный вопрос, Роман Маша, вы тоже выглядите молодо Несмотря на возраст, очень хорошо То есть это реклама своего рода была Это да, я прорекламировал Машу Да, спасибо Нет, ну всем привет Я всех рад видеть вас в добром здравии В зеленых пиджаках с такими штучками В зеленых юбках у вас все по цвету Все совпадает Я не знаю, честно говоря, что случилось в этот день Ну, сегодня, да, такой, как бы, день работников рекламной отрасли Так что всех коллег, всех своих ребят в отделе продаж Всех своих... Всю команду, которая делает рекламу на нашем канале Я поздравляю, желаю успехов Желаю творческих побед И всего-всего самого хорошего Ром, а вот скажи, пожалуйста, твое мнение Какое место сейчас занимает реклама вообще в обществе? Давай сделаем охват полный, да, всего Ну, я бы сказал, что сейчас она претерпевает какие-то изменения Причем качественные То есть... В лучшую сторону Ну, Маш, я не могу сказать, в лучшую или в худшую Это время покажет Но я думаю, что все, что делается, наверное, в лучшую сторону Потому что сейчас мир уходит от традиционных средств распространения К тем, о которых вы говорили Мы говорили здесь, да Тот же самый инстаграм Со соцсети Это то, что сейчас бурно развивается И немножко подвигает все остальное Старые... Как бы старые проверенные средства доставки там Рекламных сообщений Телевидения, газету, радио И все остальное Роман, ну вот говорят, что все равно телевидение уходит Реклама уходит Газеты вообще уже не печатают многие И не продаются и... Но многие с этим, опять же, не согласны Люди и та аудитория, которая и смотрит телевизор Не сидит она в инстаграме Не пользуется фейсбуком Да, конечно, такое есть Ну, в генеральной совокупности, если оценивать То, конечно, вот есть такая вот вещь, как вот эта тенденция Но вот я опять же говорю, если кто-то помнит Года два-три назад очень сильно пошли... Я про тенденции сейчас Очень сильно пошла мода на вейпы, да? То есть вот эти курительные смеси с такими паровыми облаками Там было много всяких публикаций Открылись куча салонов И сейчас вот я читал, по-моему, позавчера или вчера Новости, что эта отрасль сокращается стремительно в России, например Говорят, что прошла мода на парение просто То есть так все быстротечко Ну, я говорю, что все как-то... какие-то вещи проходят А если как бы нет отклика, как бы оно, ну, как бы уходит Хотя я не знаю эту ситуацию, я сам не буду А может быть, если бы было больше рекламы, то и интерес поддерживался? Ну, опять же, закон есть, да, тоже эти вайпы, даже вейпы нельзя рекламировать на телевидении Ну, сейчас как бы не о вейпах речь, в принципе, я говорю про тенденции То, что сейчас очень сильно вклад молодой аудитории вообще во все процессы Потому что это активная часть А молодой аудитории я бы отнес людей, скажем, не до 20 лет, до 25 А, скажем, где-то до 40 Потому что постоянно как-то вот... чем старше становишься, тем планка молодости куда-то отодвигается ближе к 70 туда вот Да ладно Ну, хочется, хочется так думать Ну, я говорю, да, нет, на самом деле серьезно Молодой считается аудиторией где-то лет до 35-40, то есть та, которая самая активная Это не... это те, у кого есть деньги, те, кто достаточно прогрессивен, те, кто может на эту проблему посмотреть под другим углом И вот они сейчас как раз и составляют основную массу тех, как бы, той аудитории, которая уходит в альтернативные СМИ В частности, в интернете Ром, что сейчас отдел продаж медиагруппы Рика может предложить своим рекламодателям? Ну, несмотря на все вышесказанное, у нас хорошие рейтинги Мы были на конференции, которую организовывал интерньюс в Алматы Там был отчет с компанией «Контакт НС» Это официальная компания, это преемник «ТНС Галат Медиа Азия» То есть единственный, наверное, замеритель в Казахстане со статусом, с историей и так далее И вот по данным этого измерителя, медиа-измерителя, у нас хорошая очень доля канала У нас хорошие показатели, рейтинги будут сегодня доступны Я сегодня их отдам как бы в распространение В принципе, тем клиентам, которые интересно, пожалуйста, запрашьте наших менеджеров, они вам всю информацию вышлют Вот всегда интересно, как определяют рейтинг? Ну, рейтинг фактически это отношение аудитории всей к аудитории конкретного события То есть если мы говорим, что рейтинг, например, там Ну вот я скажу, что там был интересный один мастер-класс Человека, который занимается именно исследованием медиа-измерения, рейтингов из России То есть она сказала, что применительно к России, ну в принципе мы очень похожи Единственная программа, которая имеет рейтинг там под 80% и долю там практически такую же Это два, две вещи Это речь президента и парад там на 9 мая То есть все люди, каких бы они ни были там направленностей, за они там эту власть, против этой власти Вот эти два события имеют дикие просто, дикие показатели Я к тому, что если у вас рейтинг, например, скажем, 20%, да, то это значит, что 20% населения в данный момент смотрит ваш канал А если он выше 50%, это просто можно сидеть и курить бомбу Роман, еще какие есть новости в отделе продаж? Ну новости такие, что у нас сейчас продолжается наша акция Мы делаем также скидки очень хорошие Скидки это хорошо, они всегда интересуют Всю осень работаем практически до ноября Нашим клиентам делаем такое, как бы, подарок от нас, с нашей стороны Возможность зайти на наш канал по хорошей, удобной для них цене Мы сейчас развиваем активно тоже наши социальные сети У нас есть сейчас инстаграм рекламного отдела, да Я думаю, что мы его все-таки разовьем до того уровня, который должен быть И сделаем из него канал коммуникации именно с той аудиторией, которая нам сейчас нужна Здорово, ну мы желаем вам удачи и успехов И с праздником, да, и от всей души Спасибо, вас тоже с праздником Поздравляем, да, все мы что-то рекламируем Все мы что-то рекламируем в этой жизни, да Спасибо большое, Роман, хорошего дня, отличного настроения, друзья Через две минуты встречаемся здесь, в этой студии Наши уважаемые телезрители в программе «Твое утро» Наш партнер также является мебельным салом Дядькова Который находится в торговом дыхательном центре Алатау на втором этаже Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова